Лука продолжает свое повествование об Иисусе. И Писание говорит нам, «И приходил по дорогам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму». И некто сказал ему, «Господи, неужели же мало спасающихся?» Он сказал им, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказав вам, многие поищут войти и не возмогут». Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам ответ, «Не знаю вас, откуда вы?» Ключевое здесь слово «хотя» это может показаться странным не «куда вы?» Царство небесное, Господи, а «откуда вы?» Существует иллюзия, весьма распространенная в нашем христианском мире, о том, что Царство небесное начинается после смерти. «О, Господи, как мне хотелось бы снова быть с Тобой!» «О, Господи, как мне хотелось бы попасть на небо!» Мы не понимаем того, что небо начинается не после смерти. Небо начинается здесь, на этой земле. Точно так же, как когда-то Господь Бог в свое время сказал Адаму в райском саду. Знаете, на иврите это звучит «Эйха, как ты мог это сделать? Где ты?» Так перевели по-русски. Но оригинальное тесто обозначает «как ты мог это сделать?» «Как ты дошел, откуда ты пришел к такому состоянию?» Здесь то же самое, когда Писание говорит словами Иисуса «Я вас не знаю, откуда вы!» «Я не знаю вас, потому что я не видел ничего доброго, что вы сделали в своей жизни!» «Не говорили, не надеялись, не будет после смерти!» Иудаизм, или библейский иудаизм Иисуса всегда стоял головой и глазами неба и двумя ногами твердо на земле. Это значило, что если вы веруете, вы должны придавить входной билет в Царство Небесное не на основании того, что вы когда-то сказали или выучили четыре духовных закона, а как вы жили согласно тому, что вы исповедовали или откуда вы пришли. Посему Иисус говорит «Я вас не знаю, откуда вы вообще пришли!» Они станут говорить «Мы еле и пили пред тобою!» И сразу картина, которая рисуется «Мы еле и пили пред тобою!» В чем заслуга? Господи, перед кем мы еще не ели и пили? Кому мы в лицо еще не ели и не пили? Суть вообще не в этом. Еда и питье в иудаизме или в Библии – это всегда символ заключения заветов. Если заключали завет между собою различные племена или кланы, они ели и пили. Если Господь Бог заключал завет с Авраамом и прошел между разрезанных животных огнем, то Авраам потом сел, ел и пил. И если заключался любой завет в Древнем Завете или Ветхом Завете, всегда символом заключения или окончания завета было еда и питье. Пир. Недаром на небесах будет тоже пир Агнца. Но, дорогие мои, и Писание говорит, если вы заключили завет односторонний с Господом Богом, а потом ели и пили, но не заключили его в сердцах, видите, они апеллируют к тому, но мы же ели и пили. Они не говорят, мы с тобой заключили завет, они говорят, мы тебе отдали свое сердце. Мы ели и пили. Формально все было сделано. Формально признание Господа Бога, формально исповедание нашей веры, формальный проход по коридору до подиума проповедовать, формальное падение на колени, формальное признание Иисуса Христа, формальный обет и формальное Царство Небесное. Господь спрашивает, откуда вы пришли, кто вы вообще такие, а то, что вы ели и пили, ну, это не видаль, не знаю вас, отойдите от меня, вы делатели неправедности. Не говорители праведности, а делатели неправедности. Меня очень часто спрашивают, на самом ли деле в Новом Завете существует это противоречие между верой и делами. Я не верю в это. Я не верю в веру, которая не производит дел. Я не верю, что дела можно делать без веры. Они не угодны Господу Богу. Дела без веры есть дела закона. Дела по вере есть праведность веры или праведность закона. Поэтому Писание говорит, отойдите от меня все делатели неправедности. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Якова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, выйди, удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя. Странная вещь. Оказывается, среди фарисеев тоже были люди и тоже были праведники, потому что они пришли к своему заклятому врагу Иисусу. Дорогие мои, стало уже давным-давно хорошим то нам называть фарисея именем нарицательным, обманщиком, лицемером. Фарисеей было всего лишь верование. Я берусь утверждать, что Иисус по своим верованиям, наверное, процентов на 80-90 тоже был фарисеем. Он да, веровал в воскресение из мертвых. Он да, веровал в ангелов. Он да, без сомнения, выполнял огромное количество традиций еврейских, как, собственно, и Павел. И кроме всего прочего, естественно, он был верен в закон, который он же передал им и Моисеям. У них не было разногласий по этому поводу с определенными фарисеями, с Никодимом, с Гамалиилом и так далее. Но фарисеи точно так же неоднородны, как и мы с вами неоднородны. Поэтому были некоторые из них, которые пришли и говорили ему, выйди, удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя. Иисус знает это. И он говорит, не должно ходить сегодня и завтра, и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Он еще не называет себя Мессией. Для всех, которые вокруг него, он пророк, пророчествующий о себе, потому что в Мессия, Мессия вмещает себя без сомнения, согласно еврейской функции и функции пророка, согласно еврейской традиции. И тут он произносит знаменитые слова, полные скорби, но в то же самое время надежды, любви и сострадания, огромные сердечные боли и понимание несбыточности своей надежды в том виде, до которой он сегодня пришел к народу Израиля. Он, который пришел умереть. Он, который пришел отдать себя, как он сам говорит, за овец дома Израиля, за погибших овец дома Израиля, его не принимает этот народ. И он стоит здесь, наверное, на этом самом месте. Или мне так представляется. Да я думаю, это весьма-весьма близко к истине. Да что там, пусть это будет правда. И он стоит, оглядывается, смотрит, наверное, скорбно, на глазах его слезы, голос его тих, скорбен и убедителен. Он настолько убедителен, что доносится до сегодняшнего дня, до нашего с вами времени, ибо мало что изменилось. Мы поменялись, поменялись наши одежды, привычки, нравы остались теми же самыми, еда, темп, времени у нас совершенно нет. Но точно так же сегодня слова Иисуса обращены к этому вечному городу. И он говорит ему, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Потому, сколько трагизма в этом, оставляется ваш дом пуст. Говорю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете, благословен грядущий во имя Господня. Вы не увидите меня. Ты не увидишь его Иерусалим до того времени, пока не воскликнешь, благословен грядущий во имя Господня. Но есть надежда. Потому что Писание ясно нам говорит, что будет это время, и весь Израиль обязательно спасется. И спасется он тогда, когда воскликнет именно эти слова, благословен грядущий во имя Господня. И тогда здесь, на месте этого вечного города, возникнет тысячелетнее царство любви, взаимного уважения, надежды и вечной радости, которая перерастет в небесную Иерусалимскую радость. Будет это время. Иисус оставляет надежду. И как бы горестно нам не было иной раз глядеть на наших соотечественников, будь то в Иерусалиме, в России, на Украине, в Германии, в Уганде, мы знаем, что будет время. И когда Иисус будет править с этого места, и когда нога Его утвердится на этом месте, и отсюда будет слышен Его голос, и тогда весь Израиль, воскликнув, благословен грядущий во имя Господне, возвестит начало новой эры, правления нашего Господа Ишуа Машеоха, Иисуса Христа, здесь, в Иерусалиме. Да будет благословенно Его имя. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok